Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Сегодня мы с вами проведем видеоурок использования бинарной номенклатуры для описания различных видов и выполним лабораторную работу определения видов растений и животных местного региона с помощью определителей. Мы с вами изучаем раздел разнообразия живых организмов биосфера и экосистемы. Цели этого раздела следующие. Использовать бинарную номенклатуру при описании различных видов. Распознавать по отличительным признакам виды растений и животных, пользуясь определителями. Попытайтесь ответить на следующие вопросы. Я уверена, что вы ответили на этот вопрос правильно. В биологии название любого животного или растения принято обозначать с помощью бинарной номенклатуры. Цели нашего урока. Все вы будете знать таксоны. Большинство из вас будет использовать бинарную номенклатуру при описании видов своего региона. Некоторые из вас будут анализировать сходства и различия различных представителей одного рода животных. Этот урок мы посвящаем Карлу Линнею, замечательному ученому-естествоиспытателю XVIII века, который является основоположником бинарной номенклатуры в биологии. Откройте страницу номер 12 ваших учебников. Ответьте на вопросы. Какая систематическая категория является самой мелкой? По каким признакам организмы объединяются в один вид? В какую систематическую категорию объединяются виды? Кто впервые использовал двойные латинские названия для обозначения видов? Сейчас ты можешь поставить это видео на паузу и отработать материал учебника, начиная со страницы номер 12. Если тебе интересна эта тема, ты можешь посмотреть видео об открытии Карла Линнея. Я привожу на этом слайде ссылку на этот видеоролик. Я предлагаю тебе выполнить следующее задание. Перед тобой таксоны, но они перепутаны. Поставь видео на паузу и в своей тетради запиши их в правильном порядке, а затем сверь с правильным вариантом ответа. Я предлагаю тебе в сети интернет найти пять названий растений и пять названий животных, но с использованием бинарной номенклатуры. Обрати внимание, перед тобой четыре вида бабочек. Все они разнообразны по своей форме и внешнему виду, но тем не менее все они относятся к царству животных, типу членистоногих, классу насекомые и отряду чешуи крылые. Подумай, какие черты сходства объединяет всех их и что между ними различно. Для выполнения лабораторной работы определения видов растений и животных с помощью определителей я предлагаю выполнить следующее задание. Сходи на прогулку в степь. Сфотографируй пять любых растений, которые тебе встретятся. Ни в коем случае не срывай их. Для определения растений можно скачать определитель. Ссылку я тебе привожу. Для определения животных можно воспользоваться второй ссылкой. Ты не знаешь, каких животных определять? В поисковой строке Яндекса в интернете набери «Животные Казахстана» и определи любые пять животных по встречным фотографиям. Для закрепления полученных знаний открой страницу номера 14. Определи, на каком уровне ты находишься. Знания и понимания или анализа и синтеза. А может быть ты находишься на уровне применения? Для выбранного тобой уровня выполни второе задание. Каким яблоком ты оценишь свою работу на этом уроке? Красным? Урок был очень интересный, ты все понял, тебе понравилось. Зеленым? Тебе было скучно, ты ничего не понял. Полосатым? Ты все понял, но урок был не очень интересным. Или желтым? Тебе понравилось, но ты не все понял. До следующего урока.